здравствуйте дорогие мои слушатели сегодня 6 февраля 2024 года я хочу вам рассказать о том как я вспомнила однажды что моя душа была в теле апостола павла мне было тогда 39 лет когда я вспомнила об этом причем отрывки из этой жизни я помнила и до этого но я никак их не связывала в одну единую судьбу у меня просто были отрывками и я даже не знала что они принадлежат какой-то моей прошлой жизни вот я не задумывалась просто об этом расскажу вам случай сначала что как-то мне было 17 до 17 лет я тогда поступала в институт химических технологий находящийся на юго-западе москвы и зашла на почту по моему это было 571 отделение за переводом или за посылкой из ташкента от родителей это было накануне моего дня рождения это было число наверное может быть 17 июня вот я зашла туда сразу мне бросилась на слух что я слушал голос который привлекает мое внимание возле одного из операторов почты стоял пошелой мужчина который наверное можно так сказать ругался с этим оператором это был пожилой мужчина наверное лет в семидесяти потом оказалось что он со своей спутницей верно это его блажена тоже сухонькая невысокая старушка вот дело было в том что его посылка затерялась и прошло какое-то время и она до сих пор не ушла по назначению и это был предмет спора между этим мужчиной и оператором почты вот меня привлекал в то то что тот факт что его голос был очень похож на голос моего отца такой же с хрипотцой вот что-то было общее такое вот я немного прислушалась к разговору и не затем следуя своему плану пошла получать посылку и перевод я уже не помню вот прошло какое-то время я села за общий стол находящийся в центре зала это был большой большой стол похожий для стол для настольного тенниса вот села и начала заполнять какую-то квитанцию которую мне дал оператор на это время я услышала голос этого мужчину который уже сидел напротив меня на другом конце этого длинного стола и и он спрашивал какой сегодня число вот наверное всю молодость я была очень рассеянной и я всегда не помнила какое число я сама начала вспоминать какое же сегодня число вот никак не могла вспомнить и мужчина повторял свой вопрос несколько раз ему на отвечали на его вопрос другие сидящие за столом потому что за столом сидел несколько человек но он все равно спрашивал и наконец следуя своим заключением умозаключением я вспомнила какое сегодня число вот сказал об этом слух на начала дальше заполнять свою бумажку вот на что заметил этот мужчина вот наконец-то соизволила ответить на мой вопрос я поняла что это реплика касается меня вот затем каждый из нас занялся своим делом своем окне и когда я уже повернулась к выходу чтобы выйти из отделения почты я увидела что этот мужчина со своей женой стоят на взявшись под руки стоят возле выходной двери и как оказался не ждут меня когда я поравнялась с ними мужчина сказал можно тебя на минуту я стала слушать его что же он мне скажет и он сказал мне ты знаешь когда тебе будет 40 лет у тебя будут хорошие знания и тут он задумался на секунду и сказал нет я вру тебе будет еще 39 у у тебя будет трое хороших детей и в конце вот я так поняла что в конце жизни ты будешь очень сильно беспокоиться но не надо волноваться и ничего не бойся у тебя все в жизни будет хорошо запомни мои слова у тебя все будет хорошо не волнуйся и не бойся ничего на этом они попрощались повернулись и вышли из отделения почты я всегда как это объяснить была либо интроверткой либо такой тугодумкой я задумалась что же значит его слова о том что у меня будут хорошие знания потому что всегда наверное у меня стоял вопрос о том кем я хочу быть в школе я училась хорошо в первом классе я хотела быть космонавтом во втором классе я хотела быть актрисой потому что моя любимая актриса софи лорен я хотела быть такой же красивый талантливый вот меня привлекала эта профессия но у меня были проблемы с зубами в том смысле что я ела много сладкого мне постоянно постоянно болел то один зуб то второй и наверное весь первый класс мы сражались с тем что постоянно ходили к стоматологу а так как я боюсь очень сильно боли у меня была большая проблема сходить снова к стоматологу и вырвать или подлечить очередной зуб и мама мне всегда говорила если ты будешь так много есть сладкого тут ты не станешь актрисой потому что актрис с больными зубами не бывает у них должно быть ровные красивые зубы а ты ешь сладко выбирали бы ты ешь сладко либо ты будешь актрисой сладкое мне было дороже а вот я никогда не могла отказаться от сладкого поэтому я мысленно распрощалась с этой профессии и начиная с третьего класса наверное я решила что я буду врачом в частности хирургом вот я долго училась будучи в юном возрасте кем же я хочу быть вот первый год я поступала на врачебный факультет и в мгу завалила последний экзамен поругавшись преподавателем на что он мне поставил большую жирную двойку это был последний экзамен конечно всем моим родственникам было очень жаль что я не поступила но я почему-то решила что это знак судьбы что мне не надо больше поступать на врачебный факультет что это не мое все таки вот и я решила поступать в институт тонких химических технологий и заняться химией вот предметом моего любимого учителя юрий васильевича грешина который скончался от инфаркта 6 апреля 1987 года так как раз в то время когда мы учились в десятом классе вот до последнего он приходил на занятия со мной в школу потому что от нашего кружка химиков осталась только одна мы решали с ним задачи я считала что будет несправедливым если весь труд который вложил его сечу меня вот все свое желание отдать свои знания кому-то из своих учеников вот что это труд пропадет напрасно я решила поступать на факультет редких и рассеянных элементов вот ну там я не смогла учиться потому что мне не хватало родителей рядом мне не хватало дома все вокруг казалось чужим шумным ненужным я не могла сосредоточиться на занятиях вот я не ходила никогда на физкультуру вот всегда мне мама брала освобождение от физкультуры вот здесь кафедра физкультуры была очень напряжная вот и поэтому я решила что это не для меня то есть физкультура убила все мое желание учиться в институте очень жаль конечно я до сих пор убеждена в том что физкультура не должна входить в перечень обязательных предметов не высших учебных заведениях вот это меня никто не переубедит как факультатив да пожалуйста как необязательный предмет пожалуйста но не как обязательный это был какой-то сплошной ад эти уроки физкультуры когда приходилось по наверное по четыре круга в лужниках наматывать это надо было сделать за 5-10 минут и это была только разминка я перешла в ослабленную группу то есть в группу для ослабленных детей студентов но там надо было пробежать не 45 кругов а два или три а я даже один пробежать не могла потому что я задыхалась сейчас я уже понимаю что у меня с детства развивалась астма и мне просто было недоступно пробежать и задыхалась вот но это такое лирическое отступление к тому о чем я думала тогда когда этот мужчина мне сказал про знания я думала какие же знания какие же знания какие же знания будут у меня хорошие в 39 лет я захотела спросить об этом мужчину я выбежала из почты погляделась вокруг но кругом было пусто их уже не было вот и об этом факте встречи я иногда вспоминала в течение жизни и вот случилось это самое событие когда в 39 лет я вспомнила что моя душа была когда-то в апостоле павле как это случилось в течение всей своей жизни я помнила некоторые моменты вот вернее не помнила у меня как повторялись моменты в моей памяти я не знала что это моменты из прошлой жизни моей души я просто как-то их переживала вот например когда у меня были очень трудные времена личные какие-то переживания мне снился один и тот же сон как я иду по дороге мое зрение на уровне верхушек деревьев деревья с листвой половина желтый половина зеленый то есть это осень вот и я иду по этой дороге не очень широкой таки всегда называлась по тропе я иду по этой не широкой дороге по обеим сторонам у меня осенние деревья и мне очень одиноко это одиночество это не просто обычное одиночество это такое уникальное чувство когда ты понимаешь что бог тебя покинул мы обычные люди не осознаем что с нами всегда бог и это чувство у нас уже неотделимо мы не можем чувствовать по-другому даже в трудные моменты бог всегда с нами и мы это осознаем наше самосознание на одном и том же уровне с нами всегда бог чтобы не случилось нас никогда не покидает надежда но то переживание о котором я говорю это уникальное перерывание это внутреннее знание что рядом с тобой этого бога нету ты один на один с вечностью один на один со смертью один на один со своей трудностью так вот наверное сейчас я скажу что такое же переживание испытывал иисус листос будучи на голгофе и он тогда сказал о отец почему ты меня покинул и вот точно такое же чувство я испытывала всегда идя по этой тропе этот сон мне снился несколько раз за жизнь в мои трудные периоды и я не знала что это отрывок из павловой жизни еще такое воспоминание было это было как-то мне было газета 21 год перед смертью моего отца вот я была вдали от него и узнала от сестер что отец сильно заболел и у него диагностировали рак мне надо приехать пока он еще жив мы были и тогда в россии отец был в узбекистане и вот в этот момент я тоже вижу сон как оказалось это отрывок из павлова жизни вот это сильное переживание она заставила меня вспомнить эту павлову жизнь как же я ее вспомнила во первых я пришла я пришел я пришел я павел я мужчина я пришел на площадь это было либо городская площадь скорее всего городская мне показалось что это в черте города городская площадь окруженная какими-то домами мостовая каменная мостовая люди стоящие на этой площади небольшими кучками они пришли туда семьями по два три человека 4 они стоят этими кучками тихо переговариваясь между собой это было раннее утро народу было немного на этой площади люди были уже одеты тепло но несмотря на то что рим это город южный тепло теплый климат несмотря на это вот сообразно этому климату эти стране это была уже не ранняя осень то есть уже утро прохладной и люди одели на себя теплую одежду одежда где-то таких темно-коричневых тонов они стоят определенная атмосфера среди этих людей атмосфера не знаю как выразить словами подавленности то есть невозможности говорить открыто свое мнение люди разговаривают тихо между собой сопереживание то есть люди пришли чтобы проститься с человеком которого они уважают это не просто человек это не просто зеваки которые пришли поглазеть на очевидную казнь это люди сопереживающие их было не так уж много а вот если сейчас вспомню ну наверное человек 50 до 70 человек наверное это было вот власти как я понимаю не объявляли об этой казни то есть кто знал тот пришел никакой шумихи из этого велено было не поднимать то есть павла казнили как можно тише как можно спокойнее для того чтобы не сделать из этого какое-то архиважное событие это было осенью я не скажу точно какое число скорее всего может быть даже и павла и петра схватили одновременно в последних числах июня где-то 23 так 20 и петра казнили почти сразу вот как справляется 29 или 30 числа день памяти петра и павла вот в это время наверное казнили петра и я так понимаю его казнили за городом за городом павла решили придержать для того чтобы не сделать в обществе именно вот этот ажиотаж для того чтобы не поднять в массах недовольные реплики вот хотели как можно павел же был римский гражданин хотели как можно более нивелировать это событие поэтому павла продержали до осени вот и по моему пишется что он был при домашнем аресте и был почти свободен на самом деле он не был почти свободен то есть это был действительно арест я помню вот это чувство не свободы и не чувство клаустрофобии чувство когда тебе не хватает именно свободы передвижения вот и продержав так его несколько месяцев его казнили я помню вот эту площадь мостовую была сооружена небольшая плаха вот затем в какой-то момент мне наверное одели что-то на голову потому что я не помню как я поднимался на плаху вот этого момента я не помню вот в какой момент мне одели платок я тоже не помню потому что всех вот этих людей я увидел уже когда мое тело было умерщено методом отсечения головы и как-то я резко поднялся над площадью то есть дух мой вылетел из тела и все что вот я видел когда я вылетел из тела я уже видел другими глазами глазами моей души я видел этих людей я видела вот эту всю площадь резко поднимался над этой площадью все выше 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 стремительно и я помню что какой-то подросток юноша молодой совсем наверное до 16 до 14 лет вот именно вот такого возраста отрок а кричал отец отец вот этого я от ли я это отлично помню что он кричал отец отец кто был этот юноша я не знаю возможно это был какой-то племянник сын каких-то близких мне людей которые принадлежали к одной церкви христианской со мной но этот молодой человек он ассоциировал меня с отцом возможно у него не было своего отца он именно очень сильно переживал очень сильно переживал и кричал прям мое тело вылетало и он кричал отец отец я помахал ему рукой я помахал ему рукой это я отлично помню и уже когда очень далеко оторвался от земли тогда уже мое сознание выключилось то есть очень высоко я поднялся стремительно причем вот это я отлично помню что еще однажды был такой случай мы вот как раз были в этом в россии мы были в это время когда умирал мой отец он умер 1 сентября 1992 года и вот летом этого года я увидела большие заросли канал такой полевой канал и я увидела большие заросли не знаю как называется это растение асока но не камыш камыш по-другому выглядит асок на треки такие толстые а месистые длинные длинные стебли такие стебли высокие и когда я увидела их не было просто в восторге я сказала что же чтобы первому чтобы он все это скосил но не все такую большую большую охапку что я буду плести из нее а я еще тогда не знала что я подумала я сплету из нее классные циновки ведь я умею плести меня почему-то было такое чувство что я умею я знаю как сплести мои руки вспомнят как плести из нее но как я не старалась кстати да артур мне нарубил целую большую охапку этой самой асоки как ее называют не знаю растения и как я не старалась я не могла сплести из нее ничего я билась билась не было такое отчаяние даже думаю что же такое я же умею я знаю как это плести я еще тогда не знала что павел он плел палатки я просто знала что я когда-то умела это делать и я знаю не стоит только взять в руки это и я вспомню мои руки вспомнят как это плести не могут они не вспомнить и вот я как не бил все мне не получалось как не билось мне не получалось тоже говорит да брось ты это зачем тебе это надо я говорю я хочу это вспомнить я знаю как это делать но почему я не могу вспомнить почему мои кривые руки никак не могут это вспомнить вот несколько раз я делала подходы к этой куче стеблей мясистых потом они уже высохли вода я все подходила и думала как же это делать вот это была такая моя неудача затем еще какой факт я помнила как я тонула несмотря на то что я по гороскопу рак должна очень любить воду но я не люблю воду я не люблю море где не люблю реки особенно если это вода темная вот в бассейне я могу поплавать допустим там вода прозрачная а если это натуральный водоем и вода непрозрачная я боюсь непрозрачной воды панически боюсь непрозрачной воды вот не знаю почему но вот такая реакция у меня была насколько я себя помню навсегда у меня была такая реакция шум воды не люблю у меня приходит какое-то внутреннее беспокойство и я помнила что вот я когда-то тонула хотя я на самом деле я никогда не тонула я просто избегала всех этих случаев поплавать в море там не знаю что никогда я не ставила себя вот в этот как говорится в такое положение что я могу утонуть там и еще что-то но я помню как я тонула я помню как вода это огромная масса воды это стихия воды и темный бушующая шумящая она захлестнула меня я пошел ко дну вот я уже понимаю что это жизнь что я пошел ко дну и мое сознание выключилась потому что мне уже как страх у меня уже тогда страх который выключил моё сознание и когда я очнулся я очнулся на берегу я очнулся на берегу очень легко отделался даже не нахлебался воды вот какая-то сила подхватила меня вынесла туда и я был очень удивлен что я так легко отделался и я понимал что это бог только бог может так сделать что ты будучи в море когда ты понял какая это огромная стихия вода какая это несокрушимая стихия неуправляемая стихия вода с которой невозможно справиться и и невозможно осознать и ты отделался легким испугом грубо говоря вот это я помню и поэтому я никогда не хотела не научиться плавать и не хотела никогда как все говорят к морю к морю вот ну поехала я на море да в каком-то году было в семнадцатом с дочкой поехала вот так намочились я хочу сказать да что больше я не хочу к морю вот что еще я помню из павловой жизни павел много ходил и он ходил будучи но были тонкие ноги тонкие ноги не очень сильные как вы знаете павел был таким невысоким худеньким человеком вот залысинами и его очень сильно беспокоило именно при вот этих больших переходах его сильно беспокоила боль в коленях то есть ноги у него уставали настолько вот этого в усталость я помню вот эту очень сильную усталость боль в коленях всех этих переходах и что еще я помню я помню как говорится вот здесь говорят чем же болел павел что это жало в плоть жало в плоти который беспокоило павла говорят даже некоторые что это возможно припадки эпилепсии нет это не были припят припадки эпилепсии это так проявлялась себя вегетососудистая дистония я с юности с юности страдала вегетососудистой дистонии этот диагноз сейчас заменен на ишемию головного мозга это слабость сосудов связанные с какими-то стрессами когда сосуды реагируют так ну в юности болезнь моя проявилась наверно после окончания школы вот до этого до окончания школы болезнь проявлялась только в том наверное наверное это следствие этой болезни что весной было тяжело из-за того что пухали руки ноги вот это вот неудобство было после окончания школы это уже стали более серьезные и последний припадок у меня был несколько лет назад когда у меня повысилось давление и когда у меня начались сутки начали скручиваться руки я бы успела вызвать скорую как назвать была одна дома вызвала скорую приехал врач и завиксировал у меня давление по моему 165 165 сердечное не очень высоко поднимается так 165 может 90 95 это значение было для меня очень высоким вот у меня в таких в такие моменты когда у меня вот такие кризы гипотонические или гипертонические кризы у меня начинает тремор дрожь зуб на зуб не попадает могут быть судороги в мышцах очень плохо себя чувствую тошнота просто сильное головокружение самый сильный такой припадок у там мне было наверное или 19 наверное лет 19 до или 20 я тогда работала в доме культуры художественным руководителем в соседнем городке который был километров за 6 наверное узбекистане это было я поехала на работу собрались дети я вела танцевальный кружок кружок народных танцев мы начали танцевать и при повороте вокруг своей оси я поняла что у меня очень сильно кружится голова до этого у меня несколько дней тоже подкруживалась голова ходишь как на ватных ногах кружится голова значит вот это оказался и я самое главное я уже знала что наступает вот такой кризис когда тебе вот несколько дней вроде подкруживается голова там давление упала упала вот и наступает кризис кризис наступает очень сильный пока не случится вот этот припадок вызываешь скорую они тебе делают укол набрать сделает укол состоящий по моему из димедрола попавилина и аналгина что ли вот что-то какой-то тройной укол делает вот наступает этот кризис и после того как все это спадет это спишься все на следующий день встаешь и уже все хорошо кризис был связан как правило они были весной эти кризисы и кризис наверное был связан в основном не всегда но в основном было связано с какими-то внутренними тревогами и в этот раз вот когда мне было 19 или 20 лет точно не помню это было в чиназе жили тогда в чиназе в ташкентской области вот я сразу поняла что у меня очень сильно кружится голова просто вот я помню что я поставил перед собой детей значную обернулась вокруг своей оси и поняла что у меня картинка перед глазами не встала на место то есть вот эти вот пятна полоски они продолжились я поняла что наступил этот кризис отпустила детей быстро закрыла клуб и села на автобус чтобы поехать домой села на автобус и когда слезла уже с автобуса на свои остановки из русского чиназа узбекский чиназ я поняла что я абсолютно ничего перед собой не вижу кто говорит о том что дистонии не существует а может быть она у каждого протекает по-разному но этот диагноз существует и так называемая ишемия головного мозга которую еще стали вставить вместо в с д это уже следствие многолетней дистонии следствие вот и вот значит я слезал с автобуса я поняла что я ничего перед собой не вижу у меня было такое чувство как будто вот голова моя вот поднялась над телом и она крутится вокруг своей оси как вертушка на скорой помощи или на милиции так вот крутится она вот также она крутится у меня голова то есть ничего перед собой не вижу только горизонтальные полосы и дикого головокружения то есть я не могла даже вот никак сосредоточиться я понимала что перед мной дорога по которой я приехала мне надо перейти эту дорогу и в свой микрорайон пройти но в свой микрорайон ладно я пройду на ощупь да уже туда направо налево направо так вот это я смогу на ощупь найти а дорогу перейти думаю как же я дорогу перейду на звук буду ориентироваться когда будет тихо машина не будут передо мной ехать тогда я начну перед переходить дорогу я дождалась когда будет тихо прошла половина дорогу и меня чуть не сбила машина она проехала буквально вот передо мной меня отшатнуло так назад наверное кто-то кричал там из машины вот потому что по моему внешнему виду это нельзя определить что мне очень плохо вокруг нет никого вот еле-еле я дома шла до дома дома были сестра которые вызвали скорую не опять сделали эти уколы и что характерно в такие моменты когда у меня вот такой гипертонический криз потому что у меня по гипотоническому типу было всю жизнь давление там больше всего поднимал 110 на 70 и вот когда приезжала сколоры они мне фиксировали давление 120 на 80 и говорили у вас нормальное давление у вас не может быть гипертонического криза я говорила что дистония это такая не болезнь договорила болезнь болезни такой а что это такая болезнь когда организм очень тяжел тяжело реагируют даже на повышение давления на 5 единиц вот и 120 на 80 в данный момент для меня очень высокое давление когда меня просто тошнит рвет водой я не могу выдерживать эту боль вот болели все сосуды вот голова просто раскалывалась рвало водой несмотря на то что я ничего даже не пила допустим с утра просто водой из тебя фонтаном вот и до тех пор пока вот мне не сделают какие-то уколы вот понижающий допустим давление там и что там вот какое-то врачи почему-то знали что надо делать вот я засыпал и потом уже просыпалась кризис прошел кризис которому вело несколько дней вот очень такие припадки сопровождающиеся вот этой тревогой павел же всегда был в опасности по всегда откуда-то бежал всегда ему грозила смерть потому что он проповедовал в многих местах и вот точно такие же припадки были у него и эти припадки на нервной почве связанные с тонкой организации нервной системы они просто иногда выкачивали все силы не настолько выкачивают все силы что просто ну просто иной раз подняться даже не можешь потому что у тебя все силы выкачаны вот этой болезнью как это объяснить ну вот и я чувствую допустим да что павел именно так болел именно так и вот это вот все связано с опасностью для жизни с с нервами с этими переходами которые отнимают физические силы слабое здоровье что это именно вот с этой болезнью связано вот и наверное это было чаще весной потому что после зимнего периода я так думаю что это было весной у него я не знаю на самом деле потому что после зимы организм ослаблен видимо у него в те времена организм был всегда ослаблен скудная пища постоянные переходы постоянные нервотропки постоянно вот это ощущение опасности а вот эта нагрузка и это приводила к именно к этим припадкам вот но это не не какое-то заболевание в такую тяжелую это безобидная вагета сосудистая дистония которую врачи сейчас признавать к сожалению не хотят на воду что еще что еще я помню вот я помню что когда павел был казнен он попал сразу в рай и прожил там 165 лет 165 лет после чего ему не то чтобы надоело там находиться не то чтобы скучно стало находиться он почувствовал необходимость воплотиться на землю воплотиться на землю и уже быть воплощенным в какие-то тела человеческие чтобы продолжать жить на земле и вот таким образом таким образом вот душа павла и попала в мое тело вот я помню вот эти вот фрагменты из павловой жизни но это не значит что павел на земле на небе его нет нет он находится в район и он встречает жителей рая которые туда приходят вот это видел в своем видении мой сын и он даже не знал что это как говорится павел он сказал маму мне приснился такой сон хороший мне приснился такой какой-то святой и в красивые ворота и он встречает как будто хороших людей души хороших людей и провожает их в этот рай красивейшие ворота и его зовут как-то он сказал что-то сау-сау как-то зовут его я сказал саву наверное саву и он его характерная отличительная особенность он небольшого роста он маленького роста был при жизни вот и он стоит ворот рая не поняла кто это к стыду своему сказать когда я в 39 лет посмотрела фильм про апостола павла первое же я знала что я знала на тот момент до просмотра этого фильма я знала что спрос в одной из прошлых жизней меня звали саву саву это я знала но я не знала жизнь саву вообще я даже не знала что это апостол павел к стыду своему сказать я не знала что этот апостол павел который вызвали по еврейски саву и когда я начала смотреть фильм про апостола павла в первых же кадрах было сказано что сам это еврейское имя апостола павла и на меня нашло снизошло прозрение ах вот оказывается кто такой саву я была поражена тому что я не обладаю вот этими энциклобедическими знаниями и к стыду своему в 39 лет я только узнала что саву оказывается павел и все когда шел фильм я вспоминала что все вот эти отрывки из своей жизни вспоминала фрагменты и это все собралось в одну судьбу для меня это было откровение очень яркое откровение и в этот момент я посмотрела один фильм потом я посмотрела второй фильм паломничество вечный город где владимир мошков рассказывает об апостоле павле вот я была насыщена такими чувствами вот это было такое для меня откровение от бога и в этот момент я вспомнила что я вспомнила то что я не могла помнить потому что это я не видела я вспомнила как этот старик с почты со своей женой идут от почты идут по дороге и он ей говорит сегодня я видел павла представляете вот этот момент когда я смотрела фильм я вспомнила то что я не могла никогда слышать вот эти слова старик этого кто был этот человек я не знаю но это удивительная встреча которая была со мной когда мне было 17 лет вот что мы помню из рая ничего я не помню из рая кроме пение 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 которая всю жизнь я любила я всегда любила оперное пение до к вида я всегда ходила в большой театр на оперу вот я хоть я могла даже сходить два раза в день на оперу вот на сегодняшний день моя любимая опера цифала прогресс исполнение питерского театра вот обожаю эту оперу цифала прогресс и я помню насколько красивая в раю пение там все ангелы они поют неземными красивейшими голосами это нельзя сравнить ни с одним пением земного голоса какие каким бы он был каким бы он не был красивым и необыкновенным я помню когда мне было лет 17 или 16 я смотрела музыкальный киоск и там была заставка первоначальная заставка и голос морей калос то есть идет заставка голос морей калос и потом уже про нее рассказ и вот когда я услышала этот голос я слышал этот голос первый раз своей жизни на лет 16 не было и я подумала я была так поражена красотой этого голоса я подумала неужели среди людей существует такой голос это мысль была я сейчас уже понимаю да вот она настолько вырвалась вам из меня из моего сознания я сейчас понимаю вот как среди людей а среди кого же я сейчас понимаю что этот вот такие голоса красивые я помнила вот из рая и вот этот невольный мой всплеск эмоции неужели такой голос существует среди людей голос морей калос действительно на сегодняшний день я считаю непревзойденную до божественный голос в нем есть что-то божественное внутри 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 это такое звучащее какое-то многоголосие и вот каждый голос я определяю вот хороший он или плохой именно по наличию в нем вот этого божественного ну конечно это же такая маленькая 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 это отголосок отголосок того божественного но если он есть этот отголосок все этот голос хорош однажды даже я была в театре и смотрела слушала оперу не требко она не требко я только узнал что это она не требко когда увидела ее можно увидеть что-то внутри такое не требко оказывается через год я только узнала что это она не требко когда увидела ее можно где-то не увидела господи это же муж одна не требко людей видела на сцене как они вдвоем пели вот и вот это только я помню один раз там не было тоже очень тяжело это было когда мне было где-то 32 года я тогда работала в сбербанке еще не знала что вскоре наш бизнес банк закроется и все отделение переведут в головной офис город волжский все отделение туда перевели переведут и как бы все мы почти все мы отстанемся без работы и по желанию там какой-то какой какой-то процент нашего штата мог переехать волжский город волжский и вот таким образом я осталась без работы и вынуждена была поехать в москву москву потому что работы с более-менее похожей зарплатой не было даже в управе города николаевского где работала сбербанке даже там получали два раза меньше вот то есть если у меня зарплата была тогда 5 500 по тем временам на эту зарплату можно было снимать квартиру на эту зарплату можно было вдвоем с сыном жить то в управе в каком-то экономическом отделе куда можно было устроиться по блату зарплата была две с половиной тысячи поэтому мне пришлось ехать в москву а вот на заработки вот таким образом да вот перед этим событием мы еще никто тогда не знал что закроется наше отделение мне снится сон где я пою богу вот туда в космос передо мной вот этот космос вот это огромное огромное пространство и я туда поем красивейшим голосом очень наш и вот именно вот таким голосом поют в красивейший голос состоящий из многоголосие вот много голосов как один поют и вот этот голос у нас только звенит вот эта вибрация она отражается в каждой клетке своего тела это такая вибрация и вот этот голос он доставляет такое удовольствие неземное удовольствие просто его услышать и вот этим голосом я пою наверх туда в космос к богу молитву отче наш я была поражена конечно этим я пришла еще на работу помню говорю мать григорьевна я сегодня ночью во сне пела таким красивейшим голосом вы себе не представляете много то что ты пела и короче наш пел она говорит это хороший сон я еще не знала что таким голосом ангельским голосом поют петь трудными временами три раза я пела таким красивым голосом за свою жизнь молитву вот второй раз и пела через несколько лет но на ином языке но это было уже не такая сильная вибрация и третий раз я пела тоже очень наш это было еще меньше вибрацию вот так что вот что я могу рассказать если еще что-то вспомню напишу в комментариях или в описании потому что как правило я всегда что-то не договариваю всегда что-то я не договариваю потому что но не могу все сразу вспомнить то что не готовлюсь просто вот сажусь разговариваем и это трудно достается потому что сейчас пока дети пошли в библиотеку у меня свободен как говорится стол свободное пространство звуковое потому что не запишешь ничего когда кто-то есть доме кто-то находится где-то стукнет что-то где-то какой-то разговор уже ничего не запомнишь не запомнишь это видео не запишешь вот таким образом друзья я вспомнила свою прошлую жизнь жизнь апостола павла вот и очень-очень иногда вот это вот идет такое внутреннее какое-то сочетание однажды меня бог сказал ты не холоден и не горячь мне было тогда 20 небольшим лет лет и он мне сказал не холоден и не горячь я подумала а как это не холоден и не горячь тепл что ли ну как тепл теперь я понимаю что ты не холоден и не горячий в эфире ты никакой эфире вот и мне действительно не хватает вот какой-то энергии много свидетельств мне дал господь для того чтобы наверное я рассказывала людям но я не рассказываю мне всегда не хватает чего-то организации не хватает вот однажды мне бог так сказал ты не холоден и не горячь то же самое он говорил павлу ты не холоден и не горячь вот так все что я хотела рассказать бог с нами всем здоровья всем веры веру господа нашего потому что только господь наделяет нас силы наделяет нас разумом и только господь укажет нам путь к спасению знание